Всем привет! Вы на канале Давай Как Есть. Я переболел короной, так что я уже кручу вас. Ну, возможно, не всех. Возможно, кто-то уже болел. Короче, мне не понравилось. Если кому интересно, могу что-нибудь написать в комментариях. Задавайте вопросы вот так. О, повесил такое. Да, я переболел достаточно легко. Болезнь дурацкая и всё такое. Чё, совсем плохо? А так? Нет, плохо. Вот с этого стороны. Есть? Есть. Сегодня я вам хотел рассказать про сериал, который меня удивил. Я вначале думал, прикол, блин, тайна Перевала Дятлова. Во-первых, я очень люблю эту тему, так как я уже сто раз говорил, что я обожаю конспирологические теории. И эта ситуация мне очень нравится. Я скажу сразу, с сериалом я не согласен в корне, потому что они там типа всё развернули и всё показали. И кроме зомби-нацистов, в общем-то, типа, всё около реальности. Да. Я хотел рассказать из сериала Перевала Дятлова, который сняли на ТНТ. Абсолютные ноунеймы. Вообще все дебютанты. Ну, типа, они все давно в кино. Но кто там, блин, от уборщика, там, я не знаю, до осветителя. То есть там, типа, вот, как режиссёра, это их первая работа. И там два режиссёра. Подложу себе, как их зовут. Да не важно. Чуваки проделали колоссальную работу. Плюс к тому, что они ещё и сделали, ну, типа, как это называется? Когда полицейские работают. Как это? Вот они еще и провели А я, кстати, микрофон включил И провели собственное расследование Заслуживает отдельного вообще респекта и лайков А что же они сделали? Во-первых, они ввели некоторые арки, которые существуют параллельно этой истории И это гениальная идея, на мой взгляд Вот, кстати, даже, блин Вот, представляете, я посоветую Тарантини, блин, поучиться, знаете ли У ТНТшников Это дичь какая-то вообще Они настолько аккуратно ввели другие вот совершенно линии, которых явно не существовало Ну, типа, как бы запрет на их существование, в общем-то, и не открыт То есть, ну, типа, в какой-то вселенной именно так и могло бы быть Но этого в жизни не было Ну, или это, типа, не подтверждено ни на сколько процентов Но это настолько круто, это так необычно То есть, что они сделали? По-простому, я не буду раскрывать спойлеры Ну, собственно, сам спойлер-то и так, наверное, все знают Ну, в общем, я не буду даже сюжетные конвы какие-то раскрывать В общем, из того, что они сделали, из того, что мне невероятно понравилось Что они сделали? Они ввели моего любимого Петра Федорова Как актер, я считаю его, конечно, ну, блин, ну... Говно Я не знаю Ну, чё споришь? Тебе говорят говно Актер А ты споришь? Ну, не нравится он мне В этом фильме он мне понравился И должен я сказать, что, в общем-то, он смотрелся лаконично И все делал на мой вкус, опять же, правильно Что они сделали? А после того, как произошли события на перевале Дятлова Естественно, появился следователь И, соответственно, Москва прислала агента из КГБ В официальных хрониках такого агента не было Но они так классно обыграли эту ситуацию То, что когда он приехал, он такой Меня официально здесь нет И вы называете меня своим помощником А я вот буду просто всем контролировать Это... Да, блин, это офигенно! Это же... Это же... Это же прям вот... Это же на языке! Это же так круто! Его так ввели И ты смотришь и думаешь Блин, да по-любому Был какой-то КГБшный сопроводитель всего того, что там происходило Это же очевидно, что в каждом серьезном деле Должен быть какой-то вот, ну, типа, вот эта вот Ну, как бы рука Кукловода И... И поэтому он так круто туда влился Что они еще добавили в сериал? Опять же, то, что... Что не имеет никакого, так сказать, прямого смысла Это поствоенную вот эту вот тематику То, что все только-только там Это же футболистское слово Сразу после войны практически там буквально 5 лет Все события, которые происходят Как бы с отпечатком военных действий Они добавляют эти военные действия Да, они добавляют зомби-нацистов Привет Оверлорду И это дерьмо Нельзя нашим отдавать Все то безумие, которое происходит Очень круто Вплетено в историю Перевала Дятлова Просто Зомби-нацисты и дятловцы Ну, странно звучит Но они умудрились это сделать И это... Блин, это очень круто Мне настолько понравился сериал Я посмотрел его буквально за один день Там всего 8 серий Плюс к этому они сделали Опять же, на мой взгляд Ну, что-то невероятное Потому что первая серия цветная Про современность Ну, того уровня современности То есть сразу после событий дятловцев А вторая серия идет от лица дятловцев То есть это то, как они реально собираются И с какой точностью они передавали все эти события То есть они брали фотки вот эти, которые есть в интернете везде И их переснимали И это офигенно То есть с актерами Опять же, отдельный респект уха вообще Ну, практически всем актерам Отдельный респект дятлову Потому что Ну, не знаю В жизни актер тяжеловат Он говорит очень тяжело Он очень тяжело устал Он устал от жизни Он актер А чтобы вы понимали В сериале он говорит вот этим вот Задором советского гражданина Он как бы на возвышенности Он такой Ребят, давайте здесь палатку поставим Ну, такой А в жизни он такой тяжелый Прямо он как глыб Он как Машков Такой, знаете Он выходит Я играю к грядятлу В детстве собравшего радиоприемника А единственная проблема в том Что его все время гусем называют И это надо расслышать Потому что первый раз 500 Гусем 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 Ну, типа они сразу это ввели Вот то, что он типа гусь Но это ни хрена не слышно где-то Надо было хоть раз Там причем был момент Я такой думаю Ну, сейчас самое логичное Объяснить, почему он гусь Потому что там есть новый член группы Который в какой-то момент должен был сказать А что это вы его все так зовете Они такие А, гусь Потому что была история Бла-бла-бла Все объяснили И мы наконец-то услышали И лучше это сделать в середине первой серии Потому что я серии до третьей, четвертой думал Что за мусь, гусь, мусь, гусь, мусь, бусь Потом там, как где-то, по-моему, в последней серии Его кто-то так медленно называет гусь И становится понятно, что имеется в виду гусь Интересные отсылочки, например, к Ельцину Такая вроде, ну, вроде никому не нужная Но все равно мне было приятно Хотя это вообще даже не моя эпоха То есть молодой Ельцин точно не моя эпоха Короче, есть некоторые отсылки к культовым личностям Они прибавляют вес вообще этой истории Практически все персонажи и все дятловцы Сами актеры подобраны замечательно Потому что когда ты начинаешь чуть-чуть знакомиться с историей Действительно, они сыграли так, как надо И в этом есть тоже какая-то вот некая магия кино В общем, сработала идеально Опять же, четная Во-первых, придется выучить, что такое четная и нечетная Четная серия рассказывает современность Которые произошли вокруг, а нечетная Плюс к тому, что он рассказывает о дятловцах Оно так еще и снято на пленку То есть там такие ребята, блин, при том, что это дебютанты Они решили поиграть Тарантино И реально сняли на пленку И даже заморачивались тем, что Продюсеры им сказали Слышите, вы хреновые ботаны Наверное так, наверняка там был мат А если вы нам вот в 20 картинках Покажете разницу между обработкой Под пленочную и пленочной И если вы сможете найти кадры, которые Ну вот как бы отрывки, которые сняты Таким образом То тогда мы вам хрен с ним разрешим Снимать на эту пленку Потому что это геморрой, естественно Ну там зимой пленка Это в общем, ну это сложно Сложнее намного, чем снять по-обычному И испортить как бы картинку Так они сделали эту хрень И реально нашли вот эти кадры И такие, те такие Ну ладно, снимайте на эту хрень В общем, это плюсом сериала И одновременно минусом Является девятая серия сериала Которая идет у всех как бы в продолжении Это то, как они это снимали Они полностью, ну практически полностью Снимают магию того, что они сотворили А сотворили они круто Хотя бы того, что Я даже не буду ее раскрывать Лучше просто не смотрите Дайте время там 2-3 месяца И посмотреть потом Но при этом они рассказывают Такие тонкости и нюансы Как они к этому шли Как они добивались вот как бы Ну съемочных процессов Где они, как они выбивали там деньги, снег Ну короче, много всяких нюансов Которые интересные Но не сразу после просмотра фильма Хочется какого-то перерыва Потому что магия кино должна работать Нельзя сразу срывать ширму Сразу все Вот я в театре не люблю Когда все такие там Только тебя убили, а ты на поклон Как бы Ну ты сломал иллюзию, чувак Тебя убили только что Ты же там Ну нельзя тут же вставать И цветы брать Советую обязательно посмотреть И напишите свои комментарии Также вас поразил этот сериал При том, что это дебютанты И это ТНТ, блин Как бы, знаете, вот сейчас Вот сейчас будет окно С небольшими спойлерами Все-таки я считаю, что вот эти оправдания Хотя я еще и смотрел Как вот все эти режиссеры Типа после вот этого вот того Что они все там провели И сняли И они такие Вот мы считаем, что это действительно очень похоже Ну вот на мой взгляд Не очень похоже На мой взгляд Все-таки не очень похоже Все-таки фотографии, которые нам показывают Где была эта палатка Вот, если кому интересно Вот не похоже, что этот пласт Мог настолько напугать Опытных чуваков Чтобы они убежали Потому что там, типа, основная вся теория То, что они затупили То, что вот эти вот задроты Просто, чтобы ты понимал, где они были Они были в такой жопе Этот вот перевал Дятла Это такая жопень Это сейчас жопень А тогда, в 54-м году Это была жопа жопа вообще Я даже, ну, я даже не могу представить Насколько это далеко Насколько это вот некомфортно Насколько надо быть упорным чуваком Чтобы сказать Я через эту гору перейду Вот, я перейду Даже при том, что гора всего тысяча Ну, она как бы Это вообще не гора Это как бы фигня Особенно для тех, кто был в настоящих горах Но это настолько далеко И если чуваки пошли туда И сделали все то, что сделали Ну, странно, что они раньше не умерли Просто вот Я просто не могу Я не верю, честно говоря, в эту ситуацию Я считаю, что все-таки Какая-то там хрень была Вот это вот оправдание ракет Типа, ну, там были ракеты Это точно к этому не относится Ну, классное оправдание Какие-то ракеты Почему? Про радиацию, кстати, почему-то вообще не сказали При том, что это открытая информация Что на телах, которые успели сдать на радиацию Была радиация А тела, которые были совсем, ну, обезображены Они, короче, не были взяты анализы Просто потому что тела уже были, типа Ну, как бы, в неперевозимом Ну, короче, я не знаю, почему В общем, на четырех телах взяли анализ радиации И была превышена радиация Что это такое? Ну, вряд ли от испуга, да? Да, ну, как бы радиации сложно Обмазаться от испуга Вот Ну, и, конечно То, что они там вообще Ну, если вот вообще брать эту конспирологию То, что они прошли такой путь Вот в этих носках Это, короче, очень сложно Это все очень сложно И то, что они делают Я просто потом еще смотрел Всякие разборы блогеров Какой-то блогер на фоне хайпа Тоже туда сходил И там такие эти ботаны Которые, эти монтажеры Такие Это невероятно сложный путь Я говорю Ты угораешь Ты за компом работаешь Какой нахрен сложный путь Это, ну, должен быть профессиональный спортсмен Чтобы это проверять как-то Потому что они, ну, по сути Они профессионалы Вот эти даже дятловцы Несмотря на то, что они студенты Тоже, блин, студенты 24, там, 26, там, 21 И этот мутный чувак КГБшник Ну, я не знаю Там, конечно, сказали какое-то оправдание Что он такой всем Семен А на самом деле он Александр Типа, да, мне там один Семен жизнь спас Теперь я его Теперь я себя Семеном зову Да, да, блядь По-моему, такого не бывает Я, конечно, может, что-то не знаю Но, по-моему, не бывает Вопросов там очень много И если бы мы жили в другом государстве Я думаю, есть какая-то папочка Ну, правда Я считаю, что есть какая-то папочка Где что-то поважнее написано Я считаю, что, ну, самое Самое правдоподобное При котором вот это все Вот в эти рамки Влезает только псилоцибин Это на мой взгляд Потому что выйти вот в эту вот В какую-то чушь Километр пройти Я вообще не очень представляю Как в минус 10 В носках Даже в шерстяных Пройти километр по снегу Это Ну, это около невозможно изначально Если ты в сознании То есть если ты в обычном сознании Это практически невозможно Километр Да даже 100 метров невозможно На самом деле На самом деле Мало кто представляет Насколько сложно идти по снегу Как бы без обмунирования Оно на то и придумано Потому что без него как бы невозможно Не просто ты кайфуешь Потому что О, у меня куртка там застегнута Ботинок Нет, просто иначе Ты как бы умираешь Почти сразу Вот хороший фильм как-то есть Где там кого-то наказали Без ботинок идти в гору А, где дочь убили У чувака убили дочь И он какую-то группу вот этих вот Который был один из участников Он, короче, отправил Наказал его так типа идти Ну, типа того, да И вот там показано Насколько это идется Вот этот чувак там прошел Сколько-то? Метров 20 То есть это очень сложно И очень сложно поверить Что вот Ну, допустим Я Ваню очень люблю Но если он что-то сломает Я не побегу сломя голову Умирать вместе Я попытаюсь его спасти А не Ну, как бы нет смысла убегать Куда убегать? Это вообще Это вообще бред Вообще убегать Не от чего-то Это очень странно Когда ты такой типа А чего бежим? Да мы ищем вещи, которые мы тут оставили в километре. Точно, да? Именно поэтому мы убегаем. Да, бежим. Ну, бред. По 6,5. Блин, 6,5 вообще смело получает. Потому что, ну, прям мне очень понравилось. Действительно, очень высокая планка. Но, опять же, не смотрите ни в коем случае 9 серию. Вот, не надо. Просто это... Не ломайте магию.